добрый день у нас закончилась так сказать посевная помидор на всякая такая и началась настоящая весна сегодня середина мая 16 мая сегодня я расскажу о ленивых операциях в огороде которые я очень люблю так как газон сразу необходимо косить из коз необходимо куда-то девать из возникает вопрос куда некоторые его суют там компостеры там неважно жалуюсь на то что очень плохо он перегнивает но зачем таскать туда-сюда если можно сразу убить несколько зайцев такой есть прием как мульчирование он просто прекрасно мне очень понравился я его уже использую можно мульчировать картоном вот например но это не мульча это чтобы просто мульчи не касалась чтобы не гнил помидорчик мой могульск карлик который я помните сажал 8 марта по моему весны память не изменяет вот он уже весь помидорчик ах стоит и так вернемся к нашему че скос травы я использую для мульчирования грядок всевозможными культурами это клубника это помидора это перец это приствольные круги кустарников деревьев самое главное что необходимо это не касание ствола растения то есть у нас если будет касаться мульча толстым слоем само растение то невозможно загнивание стебля поэтому в любом случае старайтесь так сделать даже не старается обязательно делать так что 5 сантиметров радиус вокруг растения не мульчировать мульча нам дает то что мы снижаем резко количество поливов видите да второе мы перестаем полоть от слова вообще потому что если положить толстый слой мульчи от 5 сантиметров сорняки его практически не пробивает то есть выдернуть одну-две травинки не составляет труда я думаю не они думаю я знаю у меня как бы не составляет труда полив резко сокращается помидоры вообще это раз в неделю максимум даже на высоких грядках у меня высокие грядки больше 4 около 400 миллиметров при не мульчирование мне нужно поливать будет каждый день помидоры влаги не любят влага из-под мульчи не испаряется соответственно сохраняясь земли микроорганизмы всевозможные говорят червячки и и поедает поэтому два раза за сезон три раза я мульчирую свои растюшки этим методом я очень доволен плюс солома сена она выделяет ценную палочку которая негативно воздействует на фитофтору и на всякие патогенные там микроорганизмы грибы и всякую нечисть минусов у мульчирования я не помню не заметил ни одного мульчируя уже еще раз повторюсь практически все культуры насколько хватает у меня мульчи мульчировал георгины прекрасно ну то есть минусов не вижу никаких при недостатках я мульчирую посмотрите видео точнее это не совсем мульчирование я накрываю землю картоном чтобы сдержать рост сорняков то есть понимаете земля у нас не должна быть открытой это самое главное голую землю оставлять нельзя и накройте или скосом травы или картоном или посадите сидираты тоже неплохая вот горчицы например да таким же образом я мульчирую перец и деда что она мульча сверху она сухая абсолютно внизу она под них нас видно что мокро влажно и комфортно для всяких там микроорганизмов также я мульчирую и мои деревца мой сад ну насколько хватает вот допустим вишенка она влагу любит воду любят мы сажаю тем более на возвышенности небольшой поэтому тоже они очень хорошо отзываются на мульчирование друзья не забывайте голую землю оставлять нельзя подписывайтесь на мой канал ставьте лайки до свидания до новых встреч